В этом помещении твои однотейповцы, они-то прекрасно понимают, что ты несёшь полный бред. Среди твоих однотейповцев большинство это нормальные люди. Это люди, понимающие, что ты за человек. Что ты служитель дьявола, продавший свою пятую точку Кадырову. Так, кстати, пока я не забыл. Тут на днях Хитанаев снова объявился. Хитанаев Магомед это человек, с которым мне довелось лично познакомиться, когда я был похищен Исламом Кадыровым. Хитанаев был первым приехавшим в этот дом, то есть Ислам Кадыров его пригласил. И Хитанаев был самым кровожадным из всех, кто там присутствовал. Он больше всех меня ненавидел. Уже когда нас отпускали, он просил Ислама Кадырова, чтобы нас не отпускали. Уже когда мы вышли и уходили, и все, и Ислам Кадыров со своим кортежем, и Адам Шахидов, и Абтиалаудинов, они все просто проехали мимо нас. Именно Хитанаев ехал параллельно со мной, смотрел на меня, улыбаясь. То есть это такая мразь, после которой не существует, наверное, мрази. Настолько это очень мерзкий тип. И он все это время был в Украине, его отправили замаливать грехи, так как он провинился перед Кадыровым. И вот он, видимо, вернулся, не знаем, с концами, может быть, у него некий отпуск. И на встрече с представителями его Таипа, Таипа Вардулай, он, значит, произнес речь, короткая речь по поводу меня. Давайте послушаем. Таипа Вардулай. что это не только но и и и и и и и и в и и к мы и это Субтитры создавал DimaTorzok Как это? Как это? Субтитры создавал DimaTorzok Но для меня его оценка, подобная оценка является комплиментом Было бы плохо, если бы Хитаная меня хвалил Если бы для подобных слуг сатаны я представлялся бы хорошим парнем Меня было бы в их понимании за что похвалить Это было бы очень плохо, был бы плохой сигнал Поэтому его ненависть ко мне это комплимент Вот что касается его высказывания, что якобы Господь меня разоблачил Когда я сказал, что те, кто совершают нововведения в религии Они хуже тех, кто пьет или употребляет наркотики То это настолько глупое заявление, потому что Господь разоблачил Так говорят, когда человек нечаянно что-то сделал Допустим, или он не хотел разоблачиться И вдруг из-за каких-то его действий он разоблачился Но так не говорят, когда человек осознанно делает заявление Которое он не утаивал То есть это убеждение, которое я не таил Я об этом сказал открыто И до сих пор твердо стою на этом убеждении И это ведь не мои слова То есть это не я придумал Это для меня за полторы тысячи лет За полторы сотен, полутора сотен лет Выдающиеся исламские ученые об этом говорили И продолжают говорить Поэтому это не мое открытие И это очень глупое заявление Сказать, что вот видите ли, его Господь разоблачил Это не Господь меня разоблачил Это я просто сказал то, что я хотел сказать И продолжаю стоять на этом твердо И давайте послушаем еще одно высказывание Хитанаева На самом деле это настолько избитый уже тейк Что якобы мы там выносим такфир, считаем немусульманами Пенсионеров, получающих пенсию в России Учителей, врачей, людей, бюджетников Госслужащих, бюджетников, получающих зарплату из государственного бюджета Это попытка навязать вот это мнение Преподнести точнее людям, что якобы мы имеем такие убеждения Она, насколько я помню, в конце десятых годов Они как-то активно пытались это навязать Но когда и я, и другие спикеры опровергли эту ересь В принципе на этом все закончилось То есть Хитанаев, по всей видимости Из-за нахождения в зоне боевых действий в Украине Он как-то упустил этот момент Приехал с какой-то старой прошивкой Не успел перепрошиться и выдал эту глупость На встрече со своими однотейповцами Но ты имея в виду, Хитанаев, что сидящие в этом помещении Твои однотейповцы, они-то прекрасно понимают Что ты несешь полный бред Среди твоих однотейповцев Большинство это нормальные люди Это люди, понимающие, что ты за человек Что ты служитель дьявола, продавший свою пятую точку Кадырову И когда ты несешь подобную ересь Очевидную глупость Опровергаемую любым открытым роликом Или эфиром моим Просто ты человек, который не несет никакой ответственности за свои слова Вот допустим сидящий напротив тебя Молодой представитель твоего тейпа Скажет тебе, задаст тебе вопрос А можно увидеть где-то высказывание Тумсо Например, вот ты говоришь, что он убежден Пенсионер это не мусульманин Или учитель не мусульманин А можно, на что ты опираешься, когда ты это говоришь Есть какое-то высказывание Тумсо Свидетельствующее об этом И ты заглохнешь Ты начнешь очередную порцию лжи выдумывать Говорить, что я это скрываю Что на самом деле я так думаю Ты-то это точно знаешь Ты можешь посмотреть в наши сердца В наши убеждения Но это на самом деле это ложь Потому что не Тумсо Я не знаю Может быть есть какие-нибудь отбитые люди Я не исключаю подобные Наверняка найдутся Но из официальных говорящих людей Спикеров на этой стороне Я не встречал пока еще ни одного Кто бы назвал пенсионера Получающего пенсию неверующим Или учителя Или медработника В нашей республике Из-за того, что он получает зарплату Из бюджета Чтобы он назвал его неверующим Я пока еще ни одного такого не встречал Поэтому это, конечно, была очевидная Ложь и крайняя глупость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok